В этом видео я расскажу вам про самые вредные советы для дачников, которые можно встретить на просторах интернета. Они не только не дадут вам ожидаемого эффекта, но и могут погубить весь урожай. Добавляем куриные перья в лунку при посадке растений. Это очень вредный совет, поскольку они являются трудно разлагаемыми в любых условиях. За время вегетации они могут так и не начать разлагаться, и это будет еще полбеды. Если они все-таки успеют это сделать, то растение будет получать большую дозу вредных и токсичных веществ из этого пера. Подкармливаем вытянувшуюся рассаду. Если рассада будет вытягиваться от дефицита солнечного света, никакие удобрения и вещества проблемы не решат. Надо просто дать зелени достаточное количество света, и никакого азота вносить не надо. Более того, азотное удобрение еще больше ослабит хиленькое растение. Перекись водорода как эффективное средство для борьбы с растениями. Это тоже ерунда. Многие советуют смешивать перекись с биологическими препаратами типа Байкал-М или фитоспорин, но перекись наоборот будет уничтожать эффект от полезных бактерий, высвобождая кислород. К тому же перекись сама по себе очень слабый дезинфектор, который при незначительных дозах во время опрыскивания никогда не справится с инфекцией на растениях. Стиральный порошок содержит фосфат, который помогает увеличить урожай. Очередная абсолютная чушь, но вода со стиральным порошком это щелочной раствор, который в два счета погубит и корни растения, и его зеленую массу. Раньше такой фокус проделывали с хозяйственным мылом, но оно натуральное и большого вреда растениям не нанесет, а вот стиральный порошок это жгучая химия, которая никогда не должна встречаться с вашими посадками. Банан в лунку при посадке это полезная органика. Этого тоже делать нельзя, в этом случае у растения возникнет дисбаланс азотного потребления, что приводит к вершинной гнили, а еще на банан буквально налетает муха-горбатка, которая буквально растерзает ваш будущий урожай.